Уважаемые господа, дамы, мы сегодня собрались здесь на круглом столе по итогам Олимпийского турнира под льдом в Лондоне. И разрешите представить всех присутствующих здесь. Я Роман Карасев, ведущий сегодняшней беседы. С нами Владимир Николаевич Реченинов и Армен Мартиросян. Владимир Николаевич Реченинов, его в принципе можно не представлять, многие знают. Заслуженный тренер России, много лет работает в дзюдо. Армен Мартиросян, судья, сейчас есть в категории, работает на соревнованиях под дзюдо, судит соревнования всероссийские и также международные. И, как я уже сказал, мы сегодня обсуждаем Олимпийское дзюдо. И хотел сначала, чтобы каждый из вас высказал свое мнение по, вообще оправдались ли ваше видение на этот менток Олимпийского турнира футаистов. Мы начнем с вас, Владимир Николаевич. Не то, что оправдать, то есть вы предполагаете, что результат Олимпиады будет вот таким, каким он оказался? Нет, ну если вспомнить прогнозы, которые мне там спрашивают, я давал там две-три медали нашей сборной. То, что наши взяли пятны, это была, ну скажем, неожиданность и радость для всех наших любителей дзюдо. Я считаю, что это даже хорошо, что я не продал прогнозов, потому что в предварительных прогнозах там, конечно, было видно, что... Золото я не видел, потому что наши любители проигрывали, и японцы, и корейцы во всех и самых категориях трудно было кому-то отдать почтение. Ну так сложилось на Олимпиаде, что наши ребята заваливали золото, а вот все, угрозу. Хотя я вообще считаю, что при правильной работе, при правильной работе и постановке правильной работы, 4-5 медали сборной России должно всегда брать. Это и раньше при Советском Совете мы всегда брали 4-5 медали на Олимпиадах. Это наши, как бы, ну, обязательно вспомнить, например, тоже СИУ, где мы 5 медалей тоже взяли. То есть это не потолок, и это нормальное то количество медалей, которые мы должны брать, исходя из конкуренции, которая есть у нас в России, из того количества талантливых людей. Чего Гамба повезло? Когда приехал, я думаю, просто обалдеть, потому что в каждой категории у нас, примерно, минимум 3-5 человек мирового уровня. То есть там очень легко выбирать. В той же Италии, где он там приехал, у них нету такого количества талантливых борцов, способных выигрывать чемпионаты Европы, чемпионаты мира, которые выиграли в зиму. Поэтому Гамба в этом плане была гораздо больше работа. У него была длинная скамейка, как говорят, в длинных спортов. Выбирать было нефти, экспериментировать было гораздо проще. Потому что можно было разные планы, разные методики применять. Владимир Николаевич, вот Вы сейчас стали больше говорить о российской. Я вообще как бы имел ввиду, Ваши ожидания на результат не столько, во сколько, российских результатов, а вообще по Олимпиаде. Потому что, знаете как, ну, все понятно, мне кажется, да, все, есть медали в российской команде. Я сейчас хочу вот именно услышать от Вас, как Ваше мнение вот вообще по итогам. Понимаете, вот смотря другие виды спорта, видно, что лидеры разных видов спорта, они, в принципе, лидерами на Олимпиаде оказались. Вот насколько лидеры... Почему джидаты не получили? Получили? Не получили. Да. Почему многие лидеры мирового рейтинга оказались, из разных стран, оказались за пределами медали? Ну, здесь я немножко смотрю на вопрос, как, очень сильно выросла конкуренция в борьбе джидатов. Я не помню, по статистике, столько-то четыре страны, кажется, принимали участие сейчас в Олимпиаде под джиду. Вы помните? Да, сейчас вот мы... Ну, в общем, за сто, за сто стран принимали участие в Олимпиаде под джиду. 135 стран, 387 спортсменов. Ну, на одну страну ошибся. 135 стран. Посмотри, как я конкуренция. Я вот перед этим с Роменом разговаривал, когда мы сидели тут. Первый пример, у меня есть такой документ, 75-го года, у Владимира Михайловича Андреева, нашего великого тоже премера, который два золота завелал еще в те далекие времена, когда был в высочайшем конкуренции с японцами, когда у нас не было еще такого авторитета, который сейчас уже, например, есть. Ну, вот, и в те времена, в 76-й год, когда была Олимпиада в Нуреале, вот тот же Владимир Михайлович, он планировал, у меня есть этот план, 5-6 человек он выделял, которые будут бороться за медаль. А нынешняя ситуация в джидо, она говорит о том, что примерно человек 20 в каждой весовой категории претендуют на медаль. То есть настолько выросло джидо, настолько много людей, ну, как я говорю, заточенных на джидо, талантливых на джидо, в разных странах было, ну, кто бы раньше мог подумать, что из Туниса можно выйти чемпион мира. Есть чемпион мира из Туниса, я думаю, или в других странах, да, и в Египте, там. То есть те страны, которые никогда не считались такими джидаистскими, то есть джидо настолько стала популярной, насколько я знаю, она где-то занимает 5-е место в популярности среди всех видоспортных, это по статистике журналистов и так далее. И конкуренция возросла, появилось очень много талантливых людей, которые нельзя вне зависимости от тренировок, там, методик каких-то, они просто талантливы под борьбу. И вот эти вот талантливые, они создают конкуренцию в каждой весовой категории, способные выиграть даже у наших всех лидеров, лидеров, мировых тренировок. И поэтому очень много сейчас зависит на олимпийских играх, на чемпионатах мира, очень много зависит от жеребьевки. Удобно попадает в тренировок, неудобно попадает в тренировок. Вот не буду задать, сейчас специалистов ждет. Вот скажи, провели тоже сейчас олимпийские игры через месяц, и результаты будут другие. Будет другая жеребьевка, будут другие соперники. Ну это понятно, да, уже совсем другая пойдет, как говорится, песня. Так же, как просто чемпионаты мира провести, чемпионат мира через месяц-два, и опять будут другие результаты. Потому что будет другая жеребьевка, будут разные соперники попадать с этим лидерами. И неизвестно, выиграет, не выиграет этот чемпион мира у этого человека. Потому что попадают неудобные соперники, с которыми, вы сами знаете, будет борьба, что там. Бывает, что мастер спорта, заслуживый мастер спорта, выходит, и не может какого-то буквально что-то из новичка не может обыграть. Потому что он неудобен для него. А как на технику ключи не всегда получается. Армен, а ваши оправдания, ваши взгляды на Олимпиаду, перед тем, как была Олимпиада, оправдались вообще? Вы предполагали, что такой результат, что многие лидеры сойдут с Олимпой и поднимутся другие со всех этих спортсменов? Ну, элемент, так сказать, того, что то, что ожидал от одних, получилось от другого. Никто, например, не ожидал, что Исаев станет чемпионом. Но все ожидали, что Могушков будет строить. Получилось наоборот. Хотя нельзя сказать, что Могушков там слабый. По рейтингу стоит намного выше. То есть, получается, вы тоже совершенно не предполагали, что итог Олимпиады будет вот таким таким образом? Нет, итог таким. На золото, если честно, я не рассчитывал на золото. Нет, я не говорю про российских дзюдоистов, я говорю вообще о дзюдо Миромом. То есть, вы тоже не предполагали, что лидеры вдруг придут? Я не предполагал, что японцы не возьмут ни одного золота. В мужском дзюдо. Вот этого ни я, наверное, никто не предполагал. Как минимум три у них железного золота на всех предыдущих. Это как минимум три золотых медали. А что мы видим? Вообще, японцы, я знаю, предварительно, планировали семь золотых медали за ферменты. Ни в полу. Две золота на всех предыдущих. Национальности, не по национальности, а по принадлежности к ассоциациям, да, дзюдоистам. Тоже можно, в принципе, и я смотрел по спортсменам. Самая большая численная делегация была европейская. В принципе, поэтому, наверное, европейские дзюдоисты заняли наибольшее количество призановых мест. То есть, зависит ли численность участников, попавших на Олимпиаду, вот той же страны, вот результат? Нет, ну, есть такой закон философии. Количество рождает качество, и количество переходит в качество. Поэтому, конечно, Европа имеет столько места, она всегда занимает новыми медалями. Ну, вот, например, я могу сказать, я занимался статистически перед Олимпиадой в 2008 году. В 2004 году, многие ребята, в Афина, 28 медалями, ну, что он всегда был за грани, 19 трат. И 18 медалей взяли Европу. 18 медалей, 28 медалей взяли Европу. И вот осталось там 10 медалей на все остальные критерии. К сожалению, эта статистика, она потом стала играть против Европы. И уже в Пекине Европа взяла гуштон-зюдо не полно 11 или 12 медалей. То есть потеря была, примерно, в 30-40 процентов. А азиаты, наоборот, поднялись в этом показателе. И в последнее время азиаты очень долго прибавили. Если, например, раньше европейцев в основном, когда это были японцы-корейцы, ну, иногда 1-2 там, монгол там, кто-то еще. Ну, вот посмотрите, вот Европейский союз джи-до 182 участников. А вот азиатский союз джи-до 83 участников. Вы знаете, я один цикл... А по медалям, которые статистика, которые... Ну, там, из-за таблицы, под континентом. Игорь Шичканов, да, Игорь Шичканов. Вот здесь написано, что, значит, получается, европейцы 29 медалей. Ну, это мужчины и женщины. Мужчины и женщины 29 медалей. Мужчины 14... А мужчины 14, да? 14 медалей европейцы заняли, да. А азиаты сколько? Азиаты 10 медалей. Ну, вот видите, получается, все равно, по сравнению с Олимпиадой в Афинах и в Европе, свои показатели все равно снизят. Хотя она прибавила в качестве, там, больше золота стало. Вот. А по количеству медалей все равно... Вот так, наверное, и будет, примерно, такой баланс. Как бы 50-50, примерно. Я могу сказать, вот когда я работал в Олимпийском цирке в 2008-м году, я был на всех чемпионатах Азии, и очень бросалось в глаза, насколько Азия отличается от 200 тысяч чемпионатов. Чемпионаты Европы очень мощные, там, в каждом месте много участников. Азиатские чемпионаты, они были настолько забавные, тем, что вот Азия, в смысле, Япония и Корея всегда как-то ходили в финал, а все остальные как бы делили все, что после них осталось. Если, например, по жеребетке попадалось, что японец и корейцы попадали в одну подборку, то финал, ну, свободен, второе место финал для других стран. Узбеки, казахи, что-то те же малькаджики там боролись, выходили в два зафинал, в два по-русу. То есть там конкуренция настолько отличается, то есть небо и земля, скажем, те ведущие страны, а потом там Тайвань. Тайвань, например, там, Йемен, там, там есть страны, которые вообще на ногах еще стоят, но и мы, и чемпионат Азии, конечно, намного ниже по уровню чемпионат Европы, по общему уровню, но по качеству, получается, вот эти вот верхние там две-три страны, они способны циркулировать все Европы. Получается, что, посмотрите, какая Европа, там, вот, 14 медалей за Европой, это и та же разница, 10 медалей за Европой, все-таки немного уступает. А допуск, а допуск, я могу сказать, неравноценность, конечно. Вот, смотрите, по странам тоже, 135 стран, но из этих 135 стран только 23 страны зацепились за медалью. То есть, получается, 115 стран практически, 112 стран просто участников. То есть, насколько, судя по этому, насколько получается тогда цюдо развит в мире? Я говорю, что цюдо очень развит. Нет, ну, разве 135 стран участвуют, но за медали зацепляется только 23? Ну, а их всего 56. Правда, их всего 56 медалей. Как их расценить на 135? Как-то не будет, сейчас ты не разделишь. Как-то хотя бы, не знаю, побольше, нет? Нет, не раздутые. Вот страны участницы. Просто я смотрел, выходили иногда такие участники на поединке, которые, мне кажется, первый раз вообще выделили. Конечно, бывают очень сырые, потому что есть 20 мест, которые даются странам, которые не попали по рекламу, ни по континентальной, ни по общему рекламу не попали. И для того, чтобы, опять же, Олимпийские игры были такими, как бы, значительными, массовыми, чтобы вот этот принцип не победы, а главного участия, он был сохранен в Олимпиаде. Поэтому Федерация, Многородный Олимпийский Комитет заинтересованы в допуски других стран. Даже просто иметь участника, я думаю, на Олимпиаде, это уже почерпно. Для многих это уже много чего значит, у себя дома. Все прекрасно понимают, что наш общий друг, мы знаем, Сережа Савунович, много лет работал в гонераторе. Ну, если у меня парень выиграет, просто выиграет схватку там в Олимпиаде, это тут такое будет, просто, там не думал о медалях каких-то. Сенсации. Ну, просто вот, они вот, в отношении к джидо, они как бы, вот занимаются джидо, будет результат хорошо, не будет результат, это тоже хорошо, они просто занимаются джидо, им это нравится. Теперь я немножко перейду к следующему вопросу, он достаточно интересен. Эта Олимпиада была первой Олимпиадой, которая проходила по уже новым правилам. Да, будем так говорить, новые правила касались и оценок джидо, не было коки, техники джидо уже наказания за захват и за ноги, да, и дисквалификация, что техника захвата за ноги. Не кажется ли вам, вот я хочу, да, судье, у судей подействоваться, не повлияло ли это вот как раз-таки на исход Олимпийского турнира, на результаты победителей, призеров, потому что вот те джиудаисты, которые, которых была как раз техника, может быть, захвата за ноги, они-то многие как бы не успели за 4 года перестроиться. Я думаю, что нет, не повлияло, почему? Потому что 4 года это немалый срок. Мы вспомним после того, после Олимпиады в Пекине, когда ввели вот это положение, прямая атака в ногу Фонсоке Маки, в Корее как раз был турнир, и все наши спортсмены пролетели, и все пролетели именно на Фонсоке Маки. Было время, 4 года достаточно, солидный срок, чтобы... Но несмотря на это, все-таки вот были поединки, когда все-таки вас квалифицировали на этой Олимпиаде, с одной стороны, как фото-занок, и претенденты были. Ну, да, 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 и вскоре, ну... А как можно списать на волнение спортсменов? Или судьей? Может, судейство... Насколько, на ваш взгляд, судейство на Олимпиаде, посмотрели, ребята, насколько оно было объективно? В общем, можно сказать, и сложный вопрос, и простой вопрос. Или судейство в джудо не бывает объективно? Нет, 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 так нельзя сказать, потому что, как сказать, смотреть со стороны и быть арбитром на ковре, это... Ну, ни одно и то же. Ни одно и то же. А ошибки, они всегда были, вот, тут без этого никак. Ну, в целом, я считаю, что ошибок было ни больше, ни меньше, чем и на прошлых Олимпиадах. Тут еще играет роль и жеребьевка, и на кого выйдешь, и фортуна тоже вот. Ну, не казалось ли вам, вот, смотря на то, как судит судья Олимпийский турнир, да, вот, судья, ну, допустим, назовем его, судья Н, выходя на поединки, ну, так, судим на пять поединков, в одних и тех же, в принципе, технических действиях иногда бывало давалось совершенно разные оценки этих действий. Ну, даже не надо и на Олимпиаду смотреть, на чемпионате Москвы, на первенстве Москвы, это то же самое. А почему это происходит? Судья, вот, за, вроде бы, разные поединки, понятно, но один и тот же судья, он сует поединки. Одни и те же ситуации, но разной оценкой. Вы знаете, вот, чем это связано? Коллеги, как говорится, судья Москвы, да, у нас посылают семинары там и присылают видеоматериалы нам, вот, в той же, с Европейской, с Мировой Федерацией дюймов, о просмотре разных моментов и что дается, какая оценка или какое движение там, наказание какое, да. И вот точно так же, в ихнем видеоматериале одно и то тоже движение, в одном случае Хансо Камаки, а в другом случае нет, есть оценка. Нет, не доставлю. Чем это мотивирует? Никто не скажет. Вот никто не скажет. Вот был у нас семинар, показывали моменты, а вот почему здесь Хансо Камаки дали Атака Гонгу, а вот здесь нет. В некоторый момент предпочитаясь, что вот здесь было выведение, а вот здесь не дотянул, то есть здесь уже идет наказание на неоценку. Ну, по Вашему мнению, были ли вот грубые ошибки, судился на этой репетиции? По моему мнению, таких, чтобы сказать, грубых нет. Ошибки были. Пока, как говорится, человек судит, ошибки будут из проблем. Были у каждой страны свои интересы, какие-то судьи относились к одним странам лояльно, к другим немножко по-другому. Это есть, это было, есть и будет. То есть без этого никуда. Это нельзя даже то, что дзюдо, да? Это практически в любом виде спорта. В любом виде спорта. Даже про бокс посмотреть. Вообще, уже что говорилось, именно на Олимпиаде. И, однако, нормально все прошло. А схватку я смогу в школу? Покомментируйте, что дети. Когда я там первую просорку, да, можно сказать, тихонько. Ну вообще, вот, давайте тогда, знаете, как... Я, вот эту схватку я не увидел. Я хотел бы... Вот, вот, 66 кг я не видел. 60 кг, 73 кг я смотрел схватки. А вот схватку Могушкова я не видел. Ну, это, наверное, ровно, да нет. Как у тренера и как у бывшего судьи, и свой взгляд на те изменения, которые привнесли в новую федерацию генераля джидо. Я считаю, что, конечно, немножко переборщили. Они занимаются, ну, с какой-то, ломкой джидо, пытаются найти какие-то новые формы. Вот, объясняют это зрелищностью, телевидением. Там, что, например, телевидение нас ругает. Непонятно, что такое утешение. Но, тем не менее, сейчас греко-римская вольная борьба взяли систему утешения. Все понимают, все разбираются. Помню, я как-то разговаривал с Бартом и говорил, не получаете вы бы сейчас эту рейтинговую систему, и без утешения вы убиваете молодое поколение. Каким образом? Президент, у меня, сказали, мужчин на борочную олимпийскую соревновку. И он всегда попадает на лидера горового рейтинга. Одна схватка, я потратил такие деньги, там, федерация, сконсоры потратили деньги ради одной схватки. И у меня, у парня, нету возможности всегда себя проверить, если он проиграл в лидере. И потом абсурд, какой получался, вы сами помните, когда на многих соревнованиях встречались в первой схватке два лимфийских чемпионов, и один из них пропадал. И принцип системы утешения был чем хорошим, потому что он всегда определял первую четверку. Не зависимости, на каком ты первом этапе проиграл, но если ты сильный, ты имел возможность все-таки завоевать медаль. А вот это вот искусственное отрезание... До восьмерки. Да, до этой восьмерки. Я причем делал статистику, разбирался с матеряром. Мы, например, потеряли... Вот я смотрел, как бы делал, какую статистику. Те люди, которые завоевали медаль от самого низа, те люди, которые завоевали от восьмерки. Так вот, согласно тех анализов, которые были, если бы по этим новым правилам мы проводили, мы попирали более 50% медалистов. Те вот эта вот система у нас отрезала 50 медалей, которые завоевывали те вот спортсмены, которые сейчас остаются за бортом. Я считаю это неправильно, когда мы... Это очень высокое счет, 50% материалов медалистов, из-за того, что мы обрезали вот это утешение. В принципе, утешение можно бы демонтировать. Я у себя на чемпионатах МВД сейчас провожу утешение по принципу Лондонского. До первой оценки, до первого наказания всего 3 минуты, 5 минут это проходит быстро, несмотря на то, что приезжает по 70 регионов и если там пошли 5-70 человек, мы нормально проводим, успеваем провести соревнования. Плюс сейчас как-то вот эта международная генерация и европейская, наверное, тоже, у них пошел перекос. Я считаю, что на соревнованиях главные действующие лица это тренер и спортсмен. Ради них все это затеивается. Мы сейчас сделали так, что на соревнованиях главное лицо это судья, а тренер, спортсмен, они вообще ничего не нащутки. Вы согласны с этим? Ну, скажем так, частично... Вообще как, то есть должно расследоваться таким, что судья, он должен на тотанию судья обслуживать. Правильно. Обслуживает результат работы тренера по тем правилам. А не выносите результат. Ну, даже возьмем, вот смотри, Ром, вот эти вот правила, которые они измерили, они привели к тому, что сейчас очень многое определяет судья. Вот даже из этого, я смотрю статистику, из 31 схватки, проведенных нашего спортсмена, 10 схваток мы боролись в Golden School. Каждую третью схватку, у нас спортсмен не мог выявить победителя в 5 минут. То есть ему приходилось еще 3 минуты добараться, чтобы определить победителя. И если взять по количеству, опять же, бросков, количество бросков гораздо упало. То есть это технические показатели. Получается, что в схватке сейчас определяется победителем, а в основном судью. И я согласен, то, что вот Армель говорит, что вот иногда непонятно, за это дают так, за другое так. Вот я когда судим, у нас четко было аргументировано. 20-25 секунд человек без движения наказали, 2-3 движения сделал, наказали соперник, он стоит. Сейчас можно 6-7 раз провести атаки, и твой соперник и не накажет. Критерии какие-то стали настолько разныты, а нас четко требовали определить, например, сразу там, буквально в течение минуты, пассивного бокса наказать его, чтобы они суверенели, чтобы делались с ним борьбы. А сейчас выходит, борцы просто бьются, 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 а технических здесь нету. И для зрителей то, что призывает федерация джидо, сейчас стало непонятно, за что дают Хацоку Макэ. Почему человек делает бросок, красивый бросок, но за нами его за это еще снимают. Еще такой критерий, то, что самая нужная оценка Кока у Барабула, не так вообще. Это самая нужная оценка. И вот идут технические действия, посадили, это бросок, вывел из равновесия, бросил на таз, а тут уже идет как бы накручивание шибы. Первая шиба, ничего не значит. А если бы была вот эта оценка Кока, многие сладкие совсем по-другому закончат. Как вы думаете, будут ли изменены правила? Я думаю, что они еще что-то, я слышал, еще что-то собираются, поэтому калисовые категории поменяют. Но не надо менять так часто в году. Не надо. Вот чем хорошо игрок? Сто лет одни и те же правила, и всем нравится, все бегают. Да, есть престижия, но все живут по одним правилам. У нас постоянно эти правила меняются, и не знаю, чего они хотят этим добиться. Иногда принимали такие правила, что просто было смешно. Если вы помните схватку Кминов с Макаром в Барабулах, когда одного судьи поставили. Три-то судьи иногда не могут разобраться в ситуацию, кто кого бросил. Когда стояли минут 10, и не знали, кого объявить на внику. Какая-то такая ситуация? Михайлин боролся на Европе с Макаром в финале. Один судья был. Кто одному покажет, кто другому покажет. Участники стояли, ничего не понимали. Сам судья ничего не понимал вообще, как его принимать решение. Говорят, что вроде опять будет один судья. Просто абсурд. Потом, например, вообще понравилось вольное бордель. Сейчас, почему очень много субъективизма нас ждет? Потому что сейчас даже сами судьи тоже стали марионетными. Вот они стоят, у них на обучении. А определяют схватку комиссаров, которые можно вам подсказать. Вася, дай этому наказание. Он не борется. Дай вот так. Ну, кстати, это было видно на олимпийском турнире, что судьи останавливали поединок, или даже во время поединка вот даже вот так что-то слушали, и потом останавливали поединок, и что-то там какие-то... Ну, это даже и комментатор говорили открыто, когда сейчас пока они заправляются... Возможно ли через комиссары влиять на комиссаров поединка, которые будут в свою очередь влиять на судья, и будет это влиять на исход поединка? Ром, я вот, например, опять не поорелся. Я посмотрел, как Грегор Львович в вольной борьбе сейчас был. Там, например, трейлер имеет право подать протест. Он кидает там какую-то штучку... На экран выводит. И на экран для всех выводит. Не вот они там сидят и принимают какое-то решение, а все видят это техническое действие, и всем понятно, правильно, неправильно. Это открытость, это нормальный доступ, и тут сразу все коррупционные моменты пропадают. И получается, опять же, если, например, я неправильно потребовал протест, противнику дается замечание, если неправильно. А если правильно, то все, дают оценку. Вот пример, аэритисы открытостью. Потом, извиняюсь, закончу, потому что Гурдин, например, как пример, сейчас просто не полет. То есть к некоторым спортивным относятся вот так, вот человек сходит по самым правилам, 20 секунд без атаки, или там без атаки провел наказание. К некоторым вообще люди 5 минут стоят в оборонительной стойке, в защитной стойке, борются со вторым номером, его не наказывают. Я даже не оптимизирую. Как вы это возили? А то, что отменили броски за ноги, ну, это полный абсурд. Любимый прием Дзегора Канова, нашего основателя, была катагурума. Катагуру, да. Катагурума бросок меряется. За что сейчас дадут хансоком. Потом, касаемо оценки КОКуи. Раньше вообще, вот я начинал в Дзюдо моего поколения, ну, вот только Япон и ВАЗа. Все. Все остальные движения не было. Потом, когда конкуренция растет, как буквально в одно движение решается поединок, потому что конкуренция высокая, и они стали делать градацию ЮКОКО, ДОСХИДА КОКО. Сейчас у нас, наша федерация международная пошла в обратном направлении. Почему японцы наоборот градацию делали? Или самую категорию увеличивали? Потому что, если вы помните, вообще Дзюдо начиналось с одной и самую категорию. Когда появились гиганты-голландцы, в которых японцы могли отборить, они поняли, что техника не всегда может отборить физическую силу и рост. Они стали отводить весовые категории. А сейчас у нас опять, получается, хотят сократить категорию, насколько я знаю, на одну категорию, сократить дзюдо, для того, чтобы проводить за счет этой категории на Олимпийских играх команды, так, может быть, лучше опять вернуться к той же абсолютной весовой категории, которая как раз возвращает нас к истокам японского дзюдо, когда любой человек может соревноваться в абсолютной весовой категории и доказать свое преимущество. Я помню, у нас такой был человек, Игнать, как его зовут, из Костанярска, который, варясь 86 килограмм, два раза выиграл чемпионат России в США. Но это же интересно, когда он этих топливов варял и выиграл чемпионат России. Вот пример... Японии практикует. Ром, пример... Там проходит чемпионат абсолютно. Ром, вот пример по поводу, вот ты говоришь, комиссара. Когда корейцы были хотели, японцы-корейцы, и решил комиссар дарить себе зоногласно победить, подошел визу, дал свою команду, передали это. Когда они, помните, дали? Боря, ты такими делами... Да, мы не будем... Нет, я просто... О чем говорил по поводу... Ты вот сказал, комиссары, да? Нет, ну, понятно, что... Организовать открытое судейство, в принципе, элементарно. Есть проблемы. Для этого можно просто собрать приеду, собрать судей, и... во-первых, взвешивание там делают чуть-чуть в 6 утра. Непонятно для чего. Они потом сами эти соревнования растягивают. Проводят потом эти соревнования на одном хатане, для того, чтобы хоть как-то... Потому что... А вообще... Я помню, что я приехал на Телес-Томиров по юношам, и в 2 часа мы заканчивались соревнования. Без утешения, без всего. Ну, кому это нужно? Леги приехали за тысячи километров, и не могут нормально проборовать. А Голден Скорр нужно? Голден Скорр... Это лишнее было принято, когда, в принципе, и в Голден Скорр очень не решается, и может быть, лучше после 5 минут давать... Я считаю, Голден Скорр это нужно, потому что после схватки это как бы... Голден Скорр это надежда каждому... Дать возможность подать возможность выяснить самим. Именно самим, а не судьям. Потому что в Ханты тут уже мы много видели, что... Ну, это лотерея. Один атакует, да, это лотерея. Где проходят соревнования, там, естественно, своих будут тянуть. А Голден Скорр это спортсмену говорят, хочешь выиграть? Я считаю, чтобы в Лондоне тянули английских спортсменов. Они слабые просто. Да, уровень у них не такой. Нет, выключил. Я могу, например, с моим учеником там боролся у меня с Бакиев, с Лидиусом, в особо Бакиеву, все равно засадили, замечательно. Да, конечно, ему просто не повезло англичане, чтобы потом по своему делу переднюю парнишку на эпоху. Ну, там, что вы можете сделать? На раннем стаде англичане еще что-то, но двое надо принимать. Нет, английская команда просто сама. Вы знаете, что о чем вы говорите? Спасибо.